Приветствую вас, и не отрицая того, что написала вам коллега, хочется, наверное, немножко заполнить ее ответ и сказать, что основные проблемы, на мой взгляд, заключаются в том, что вы, во-первых, не обладаете своей органичной или наиболее приемлемой для вас моделью женского поведения, и тем самым не можете раскрыться как женщина. И та вторая проблема, которая, на мой взгляд, существует, это проблема непонимания мужской психологии и того, как мужчина воспринимает женщину. Вы перечисляете свои сильные стороны, и это, безусловно, очень хорошо, что вы это делаете, что вы знаете, какие у вас сильные стороны, чем вы отличались от других. Но, дело в том, что не удивлюсь, не удивлюсь, если мужчины воспринимают вас таким образом, что вы для них словно недосягаемая величина. Не удивлюсь, если мужчины воспринимают вас чересчур отдаленные от себя. То есть, вы благодаря своим качествам, вот этим вот качествам, которые вы перечислили, вы благодаря своим достоинствам для них выглядите, для мужчин я имею в виду, что вы выглядите для них чересчур отдаленные. И они не чувствуют, что могут вас, ну, например, завоевать. Они не чувствуют, что могут вас как-то покорить. Они не чувствуют, что вы сами можете быть их. То есть, мужчины никогда не ощущают, что может обладать женщиной. И вот отсутствие этого ощущения, отсутствие именно в восприятии мужчины возможности того, что он может обладать женщиной, что он может ее покорить, естественно сужает в данном случае возможности пространства для того, чтобы вы построили хорошие отношения. А ваши шансы на то, что вы встретите того самого мужчину и на то, что вы как-то вот с ним раскроетесь, тоже понижают. Поэтому проработка женского поведения, своей женской модели поведения безусловно важна. Это едва ли не ключевой пункт и ключевая вещь, на которую вам нужно опираться, если мы с вами говорим о том, чтобы вы как-то выстраивали отношения с противоположным поводом. То есть, иными словами, это ответы на следующие вопросы. Как, по вашему мнению, должна вести себя женщина, чтобы привлечь мужское внимание? Как она должна одеваться, как она должна выглядеть, как она должна себя вести, как она должна говорить и все такое прочее. И здесь, как раз на передний план выступает именно та модель женского поведения, которую вам задала ваша мама. Потому что это первая модель поведения, которую вы осваиваете, когда речь идет именно о взаимоотношениях с мужчинами. И именно поэтому вам было порекомендовано проработать свои взаимодействия с родными, потому что именно по этой причине, то есть, мама задала первичную модель женского поведения, а с отцом вы, осознанно или нет, прорабатывали модель взаимоотношения с противоположным поводом. И вот и в этом, как раз, что-то и произошло не совсем правильно, не совсем хорошо для вас, раз вы до сих пор не можете выстроить отношения с противоположным поводом. Кроме того, вне зависимости от того, как вы воспринимаете и какой женской модели поведения вы придерживаетесь, а ведь вы успешный человек, вы не пьете, не курите, занимаетесь танцами, работаете, нормально зарабатываете. Вот как вы понимаете мужчин? Вполне возможно, что за улыбкой вашей, которая, безусловно, мужчине нравится, которая, безусловно, мужчину привлекает и так далее, для него не стоит ничего. Мужчина – это охотник, и, как вы понимаете, чтобы его охотничий инстинкт проявился, нужно, чтобы он почувствовал вкус добычи. Для этого нужно уметь, уметь и учиться быть слабой. Уметь быть слабой. Уметь позволить мужчине проявить инициативу там, где, например, вы привыкли ее проявлять самостоятельно. На самом деле, это очень, очень, очень важный момент для выстраивания отношений. Потому что, если вы не можете быть слабой, если вы не умеете быть слабой, если вы не привыкли быть слабой, то мужчина рядом с вами чувствует себя достаточно неуютно. Если вы даете ему возможность почувствовать себя сильным, даете ему возможность ощутить, что он контролирует ситуацию, то это повышает, существенно повышает ваши шансы как-то взаимодействовать с ним на более… близком, на более тесном уровне. Еще один немаловажный момент, на который мне бы хотелось обратить ваше внимание. Это момент, связанный с тем, как вы воспринимаете отношения с противоположным полом. То есть, что это значит? Это значит, какую позицию, какое положение вы хотели бы занимать в отношениях с мужчиной. Какую роль, какую позицию, какой, можно сказать так, набор прав и обязанностей в отношениях вы видите для себя и для своего молодого человека. Это тоже очень важный момент на самом-то деле. Потому что в зависимости от ваших предпочтений вы и будете выстраивать свою линию поведения. В зависимости от ваших предпочтений вы и будете выстраивать свою модель поведения. В зависимости от ваших предпочтений вы, что самое главное, будете обеспечивать эту позицию. Понимаете, о чем идет речь? Обеспечить позицию – это значит соответствовать выбранной позиции. Понимаете? Если, например, вы придерживаетесь той позиции, что женщина принимает равное положение в отношении к мужчине, то есть к партнеру, то, соответственно, речь идет о том, чтобы вы сближались именно на основании своих интересов, своих взглядов, своих, как бы, повлечений, хобби и так далее. Если, соответственно, вы видите другое положение и считаете, что у мужчины должно быть другое положение по отношению к женщине, то это, соответственно, иной путь сближения. И вот со всеми этими моментами вам и нужно разбираться. Значит, резюмируя свой ответ, мне бы хотелось сказать так. Обязательно необходимо сделать то, что сказала моя коллега. Это правильно, это верно, это справедливо, это то, чего нужно начать. Ну, а дальше вам нужно вырабатывать именно это. Потому что это, как бы, второй шаг. Не менее важный, чем первый. На этом все. Надеюсь, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо.